Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия. Я Вика. Сегодня у нас назрел новый обзор. Это вторая часть осенней коллекции Брунелла Кучинелли. В первой части я уже разобрала некоторые модели. Мы с вами обсудили. Уже даже есть совместник, по которому мы вяжем одну из этих моделей. И сейчас я вам представляю вторую часть. Здесь я пройдусь по моделям новым. Очень интересные модели. Заморочился Кучинелли, вот правда. И еще затронем во второй половине мужские модели. Тоже очень интересные и вполне себе воплощаемые. Много моделей уже девчонки выставляли в группе по совместнику. Я уже их видела. Вот поэтому и поняла, что там уже у Кучинелли что-то творится. Уже пора делать обзор. И, кстати, вот этот вот джемперок классический элемент. У него такой вот кармашек декоративный. Очень классный, тоже базовый, да, вот с таким вот элементом интересный. Очень классный джемперочек. И тоже мне хочется сообразить совместничек на него. Ну, мы еще подумаем. Мы в группе проголосуем, я думаю, с девчонками. Мы решим, потому что идей очень много. Вот. А все воспроизвести очень трудно. Ну, одновременно, да. Вот. И вот обратите внимание на вот этот вот кардиган. Вот плохо, что он черный. Очень классный. Вот цельновязанный рукав. По-моему, я, если я не ошибаюсь, вот интересный такой сложно подчиненный узор. Я сразу подумала, что простой крючком узор. Нет ничего подобного. Сложный узор спицами. Возможно, несложно. Я просто еще с ним не разбиралась. Возможно, это все будет очень просто. Но модель шикарная. И вот этим же узором, смотрите, джемпирог связанный тоже с цельновязанным рукавом. Я подозреваю, что это один и тот же узор. Еще я буду, конечно же, рассматривать, разбирать эти узоры. Вот. Ну и, понятное дело, что получится у меня, то я предоставлю вам на канале. Так, и идем далее. Далее у нас, вот смотрите, на этот кардиган. Кардиган опера. Ну, я его называю опера, потому что раньше он назывался опера, который я уже вязала. И на канале он есть с листочками. Вот. А здесь он сделан вот в том же варианте, как бы в той же модели, но только с этими косами, которыми мы вяжем совместники джемпер. И вот я хотела либо кардиган, вот этот совместник следующий сделать. Ну, в общем, не знаю. И вот здесь, вот, кстати, на видео, плохо, что у него на сайте нет видео на все модели. Потому что здесь на видео можно хорошо просмотреть, как бы, структуру пряжи. Вот здесь, вот, мне кажется, что это махер и блестящая нить. И при том, эта нить, какая-то она как канатик, да, вот эти жгутики, или как они называются? Напишите мне в комментариях, когда вот оболочки и внутри нее чего-то напихано. Я так думаю, не знаю. Возможно, я ошибаюсь, а возможно, это вязаный такой. Вот сейчас вот смотрю, вроде бы как вязаный вот этот шнур, да. Вот шнуровидная пряжа. Сейчас достаточно много ее появилось у разных производителей. Она набирает обороты, приобретает популярность. И вот этот кардиганчик короткий, очень он мне нравится. Вот очень нравится, и он тоже простенький. Вот, кто вязал мою оперу, знают, что это простая модель, что там ничего сложного в ней нет. Поэтому предлагаю вот на рассмотрение, ваше мнение почитаю в комментариях. Либо вот тот предыдущий джемпер классический с карманчиком, вот. Либо вот этот вот, вот эту вот оперу. Мы запустим следующий совместник. Вот. Смотрите, как он классно выглядит. У меня просто еще длится видео, и я уже все как бы сказала. Да, кстати, и пока длится видео, хочу сказать вам, под видео в описании тоже будут ссылочки. Есть у меня сайт, есть у меня теперь бусти, где вы можете приобрести мои мастер-классы и мою книгу. Она мини-книга такая себе, планировалась как методичка, а теперь она у меня почему-то вылилась в книгу на 87 страниц. Вот. Книга, коротко опишу о том, как вязать, не допуская ошибки, как исправлять эти ошибки, и как планировать свое вязание, и что контролировать, чтобы не допустить эти ошибки. И вязать, попадать точно в плотность, попадать в модель и получить в результате то изделие, которое вы изначально задумывали. Вот фотографии, кстати, этого кардигана, да, того, которое видео сейчас было. Классные, классные, девчонки. Вот напишите, пожалуйста, свое мнение, что вы об этом думаете. Так, и далее, девчонки, вот это, конечно, бомба-ракета. Тут я обалдела, я обалдела, я еще, вот мне так хочется эту вещь сделать. Конечно же, она не повседневная вещь. У меня тут просто взыграл азарт такой, да, и я, мне хочется, просто чисто из спортивного интереса, мне хочется это сделать. Потому что здесь и спицы, и крючок, и макраме, и бахрома какая-то, все что угодно. Но это жилет, да. Там далее будут еще модельки. Тут просто видео, далее видео нет, поэтому вы можете рассмотреть, как эта вся структура, вот макраме похожа, да. Вот эти вот цветы сверху спицами связаны. Вот в этой коллекции, я вам скажу, товарищ Брунелла Кучинелли, господин, да, он заморочился, да. И вот мне, у меня появляется желание опять сходить в магазин и пощупать. Но в этот раз я пойду одна. Вот. Вот. И сейчас посмотрим, как это выглядит в других изделиях, эта технология. Там будет и джемперочек, и кардиганчик. Это вот жилет представленный. Так, ну и вот смотрите, джемпер. Тут еще добавлен момент, элемент. Видео у меня длится, вы видите. Долго я уже... Я привыкла под фотографией быстро-быстро-быстро говорить. Но у меня, я же говорю, у меня сильное желание это повторить или сделать что-то подобное. И здесь, кстати, наоборот, сказать правильно, что эта пряжа, вот именно вот эта вот шнуровидная пряжа такая. Я забываю, путаю слова. Вот, интересно. Перебрасываю из языка языка. Это все, как бы, вы уж меня простите, девчонки. Очень-очень интересная такая модель получается. Вот. Ну, конечно, очень большая вероятность, что я при своей загруженности за эту модель не возьмусь, но мне хочется. Вот фотография этого жилета, который мы только что видели на видео. Понятное дело, что это все сфотографировано красиво. Хочется это пощупать. Возможно. Возможно. Чем дальше, девчонки тоже в группе просят, я, как бы, склоняюсь к тому, чтобы все-таки сходить в магазин и посмотреть вживую. Возможно, я просто не буду снимать, а пощупаю, потом расскажу вам свои ощущения. Вот. Еще будет вот сейчас кардиган тоже этой технологии. Вот, смотрите, ну, красиво смотрится, нечего сказать. Красиво, дорого, богато. Вот. Можно, конечно, это сделать, как бы, спицами, да. Вот, вот этот вот, там, где элемент этой орнамента, да, связан, скорее всего, у макраме. Вот, но его можно, как бы, сымитировать простым жаккардовым узором, да, и связать весь кардиган, вот, кардиган именно, вот, его или джемпер, спицами. Вот, сделать просто вот такое вот подобное изделие. Вот, кстати, возможно, вот, видите, я с вами пришла к какому-то решению, что, возможно, вот, что-то подобное спицами можно и сделать. Вот эта вещь очень интересная, такая классический вариант, можно сделать и зимний, и летний, и с мотивом. Мотивы там связаны очень интересно, не знаю, каким способом, но, понятное дело, это не ручная работа, я вам, хотя, возможно, но нет, скорее всего, это не ручная работа. Мотив я попробую вам сделать видео. Видите, вот, это даже не крючок, это как-то тот же какой-то канат, который связан, как бы, соединён в мотивы. И вот это вот чудо-чудо чудесное. Тоже в группе мне девчонки поприслали всё, что уже новое объявилось, появилось. Очень классная модель, ну, тоже необычная, да. Вот здесь хорошо видно, что это всё связано спицами. Как оно переплетено и соединено, это для меня вопрос, это высший пилотаж, не знаю, компьютер это делал, или кто это делал, ну, как оно, вот, вместе, как бы, компа, или это такая, хотя, я не знаю. Может быть, это какой-то купон, он цельновязанный, я не знаю, девчонки. Вот напишите, опять же, в комментариях. Конечно же, можно это всё попытаться сделать, вот. Но стоит ли, как бы, результат затраченного времени? Красиво, не спорю, тут согласна. Красиво, необычно, заморочливо, тоже смотрится дорого-богато. Вот, и как-то от центра, то ли от краёв они вязаны, а в центре стянуты, вот, не могу понять. Тут надо сидеть и разбираться, вот, а сидеть и разбираться у меня, как бы, и времени нету. Ну, красиво, молодец. Хвалю за эту коллекцию, интересно, разнообразно, не, как бы, не, 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 какое же слово подобрать? Как бы, в общем, никакого не буду подбирать, не знаю. В общем, необычно, да. И вот, далее смотрим, девчонки, мужчины, наши драгоценные мужчины. Опять же, вот эту модель, где девчонки скидывали в инстаграм, в группу. Вот, смотрите, мужской, тоже классика, одна коса, косу, я думаю, эту я разберу. Вот, плоская коса, на основе резинки 2х2, я вам сделаю схемку, я её разберу, потому что её использовать можно и в мужских, и в женских, как бы, изделиях. Очень такая симпатичная, хорошая такая коса, которая пригодится нам. Поэтому её я сделаю видео и схему, и сделаю мини-мастер-классу, ну, модель. Ну, разбор такой, кратенький этой модели, хорошая модель, мне нравится. Я думаю, вот тоже, кстати, классический, кстати, коса, вот эту, ну, это есть в интернете, да. Она тоже плоская, в одну сторону повёрнуты жгуты. Модель, казалось бы, простая, классическая, но не так уж простая. Обратите внимание, тоже погон, вточной, имитация вточного рукава с погоном. Поэтому, очень такая продуманная, хорошая модель, классическая. Классическая, тоже очень классный джемпер, как идея, смотрите, кто вяжет, тем более на машинке. Прекрасная модель, прекрасная. Вот, вот джемперочек, сейчас, кстати, я что-то его не помню, когда я это видео монтировала. А, вот он с одной косой, вот тоже, видите, все, в принципе, одинаковые. Ну, это у нас классика, японское плечо, рукав вточной, вшивной или имитация вшивного рукава, цель навязанной. Тоже хороший вариант. Меланжевая такая пряжа, всё классно. Ой, а тут я что-то фотографию не обрезала. Извините, пожалуйста. Вот, далее у нас идёт кардиган, очень тоже интересный. Тот же рукав, тот же погон, та же коса. Вот только она направо-налево смотрит, видите, если там джемпери были, они все повёрнуты в одну сторону, то здесь они развернуты от молнии по сторонам. Интересный воротник, смотрите, молния разъёмная сверху-снизу. Вот, и тоже у нас там, а погон, погон, вижу, вижу, здесь очень хорошо видно, погон. Вот и всё, девчонки.